Всем привет, меня зовут Ксюша, давно у меня не было видео, был такой большой перерыв, и я решила реабилитироваться таким прям классным рецептом, сама его придумала. И, кстати, я на инстаграм бываю намного чаще, каждый день практически, и там очень часто бывают рецепты, так что заглядывайте. Сегодня мы с вами будем готовить диетические бургеры, полезные, то есть бургеры, и они будут розовые. Рецепт придумала я сама, он мой, и я решила с вами им поделиться, потому что бургеры не только выглядят очень круто, но они очень вкусные и полезные. Итак, давайте готовить. Сначала мы, конечно же, приготовим булочки. Если вы слышите шум, не обращайте внимания, эта духовка греется. Итак, вот какие нам продукты понадобятся для булочек. Я все подпишу и напишу еще в описании, так что заглядывайте. В самом начале мы добавляем соду в кефир и хорошо перемешиваем. Масса должна увеличиться и стать более пышной. Будет она где-то вот здесь. Смотрите, кефир уже увеличился, масса стала действительно такой воздушной. Мы можем добавлять все сюда. Теперь это нужно покрасить все в розовый цвет. Я сделала это с помощью сока из свеклы. Я уже ее натерла и выжала сок, чтобы было быстрее и удобнее. Добавляем где-то 2 столовые ложки. Отдельно перемешиваем сухие ингредиенты. Крахмал, мука, соль. Приправы по вкусу. У меня это чесночок. Мокрыми руками формируем булочки. Готовы наши булочки. Сейчас им дадим немножко остыть. Теперь сделаем соус из сметаны, немного соли, перца и того же чесночка. К соусу для бургеров я люблю добавлять карамелизованный лук. Поэтому мы сейчас обжарим полукольца лука. Вместе с сахаром можно кокосовым, можно с медом, можно с сиропом топинамбура или эвитритом. У меня есть немножко сиропа топинамбура, но его совсем-совсем мало, очень мало. И думаю, я добавлю эритрит, который у меня недавно появился. Добавлю совсем немножко. Он карамелизуется и будет лук иметь такой сладковатый вкус. Мне так нравится. Обжариваем до готовности. И, конечно, не забываем про котлеты. Я люблю жарить на такой сковороде гриль. У меня уже готов фарш. Это курица. Формирую я прямо на горячей сковородке. А вот и готовы наши котлеты. Можно делать не только из куриного фарша, а из любого другого, который вам нравится. Получилось так-то 5 булочек, но одну уже успешно утащили и съели. Поэтому мы будем выбирать самые красивые. Посмотрите, какие они мягкие. Можно добавлять, даже лучше добавить чуть-чуть больше. Сока и свекла я добавила маловато, поэтому они у меня не такие уж и розовые. В прошлый раз, первый раз, когда я делала, я добавляла больше. И они у меня получились чуть-чуть понасыщеннее. Поэтому имейте в виду... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok